Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Ранее я начал снимать серию видео про инструмент автоэлектрика диагноста. В прошлый раз я осветил механический инструмент, сегодняшнее видео будет посвящено электроинструменту. Если вам интересна тематика автоэлектрики, то подписывайтесь на мой канал. Итак, сегодняшнее видео посвящено электроинструменту. По сравнению с механическим инструментом, электроинструмента не так много, но оно достаточно объемное и занимает много места. Но для выполнения тех или иных задач необходимо разнообразие электроинструмента. Итак, за время работы автоэлектриком диагностом у меня скопился инструмент, который я использую в своей работе. Некоторый инструмент не так часто, а некоторые постоянно. Итак, приступим к обзору инструмента, который у меня есть. Для выполнения какой-либо работы по установке сигнализаций или по ремонту автомобиля очень часто необходимы фонарики. У меня их уже скопилось 3 штуки, постоянно пользую. Покупаю, что-то не нравится, покупаю следующее, опять что-то не нравится. Последний, который купил, это вот этот. Очень хороший. Этот фонарик я заказал на Алиэкспресс. Кому интересно, ссылочку могу дать, фонарик заказал с аккумуляторами. То есть полный комплект, есть в комплекте зарядка к нему, очень ярко светит, хороший фонарик, теперь я им постоянно пользуюсь. Также есть такие же фонарики, попроще, также пользуюсь ими. Для зарядки аккумуляторов в фонариках использую вот такое зарядное устройство для пальчиковых и мизинчиковых аккумуляторов. Это все относится к налобным фонарикам, одеваются на голову. Могу показать, могу еще включить, вот так. Руки свободные, фонарик светит и видно, что вы делаете. То есть в машине, как правило, света немного, поэтому иногда нужен дополнительный свет. Не то, что иногда, а постоянно необходим дополнительный свет. Без него никак. Помимо фонариков налобных, использую еще такую переноску лампочку, работающую от переменной сети с преобразователем на 12 вольт. Подключил к ней провода, сделал крючочек, чтоб можно было подвешивать за что-либо, чтоб она висела и светила в нужном направлении. Без фонариков никак, никакая работа в автоэлектрике не делается. Блочок у меня такой был, раньше использовал отечественные лампочки накаливания, но они очень сильно грелись, поэтому на Алиэкспресс заказал вот такую лампочку на 12 вольт светодиодную. Она не сильно греется и ее удобно использовать. Если вы занимаетесь параллельно еще тонировкой или же занимаетесь установкой механических замков констракт, замков блокировки коробки передач, то вам понадобится фен. Строительный фен для того, чтобы где-то подогреть пластик, подогнуть его, ну или в тонировке выгреть пленку. Поэтому используется постоянно фен. Дальше расскажу, такой лобзик у меня имеется фирмы AEG. Если вы занимаетесь установкой акустики в автомобиле, делаете корпусак сабвуфером, то вам может понадобиться лобзик. Необходим для выпиливания круглых отверстий под динамики или изготовить какой-нибудь каркас. Болгарка, что-то отпилить, какой-либо болтик сделать короче или же нужно изготовить какое-то крепление из металла. Используется болгарка с отрезным кругом, неважно какого производителя, главное, чтобы она у вас была. Время от времени используется. Дрель. Надо просверлить какое-либо отверстие большого диаметра. Для установки констракта сюда зажать фрезу, просверлить отверстие сверлом либо фрезой, то используется дрель. Электрический шуруповерт. До электрического шуруповерта у меня были шуруповерты на аккумуляторах. Как правило, аккумуляторы в шуруповертах работали год, максимум два. После этого шуруповерт становился непригодным к работе. Из-за того, что аккумуляторы уже не заряжались, ими невозможно было работать. У меня их было большое количество. Купить новый аккумулятор к шуруповерту, это все одно, что купить новый шуруповерт. Поэтому я пришел к выводу, что необходим электрический шуруповерт, которым теперь пользуюсь постоянно. Все эти аккумуляторные шуруповерты у меня просто лежат теперь на полочке. Жалко выбросить, но они еще до сих пор лежат. Пользуюсь только электрическим шуруповертом. Использую его также, если необходимо просверлить какое-либо небольшое отверстие. При установке парктроников зажимаю фрезу от парктроников и просверлю отверстие под датчики. В общем, любые мелкие работы. Установить концевик капота. В принципе, работает как дрель, но не такая мощная как дрель, поэтому для больших тяжелых работ нужна дрель. Большое разнообразие паяльников по размеру, по мощности. Все зависит от той ситуации, в которой он вам необходим. Если вам необходимо припаять какой-то либо проводок или небольшой элемент, то чаще всего я использую вот такой 40-ваттный паяльник. Есть какая-то деликатная пайка необходима, что-то мелкое припаять. Вот такой 25-ваттный паяльник. Или же паяльная станция. Паяльная станция Лукей 853D у меня имеется в наличии. Мелкие элементы паяют паяльной станции. Также есть паяльники 100-ваттные. Если вам необходимо починить генератор, то необходимо распаять обмотки. Слабым паяльником это сделать невозможно, поэтому нужен паяльник более мощный. Использую 100-ваттный паяльник для этих целей. Вот такое разнообразие. Если вы занимаетесь вырезанием кнопочек, нужно что-то врезать где-то в части торпеды, в пластиковой части, то использую набор Dremmel с разными насадками. У меня тут они в кулечке все сложены. Также есть к нему удлинитель, подставка. В пластике надо кнопочку врезать, вырезаем Dremmel, потом ножичком подровняли уголочки, если это прямоугольная кнопочка у вас. Вот разные насадочки. Фрезой либо такой, либо беру обычное сверло и в пластике вырезаю отверстие. Есть вот такие отрезные круги, тоже ими пользуюсь, уже заканчиваются. Заказал опять-таки на Алиэкспресс комплект отрезных кругов. Жду, не дождусь, когда они придут, потому что необходимо изготовить еще несколько зарядных устройств, необходимо вырезать там прямоугольное отверстие. Иногда приходится что-то где-то приклеить. Для этих целей вот такой пистолет с горячим клеем. То есть вот такие стержни, они продаются отдельно. Вот есть упаковка, купил в эпицентре. Бывают черного цвета, бывают прозрачного. Я в основном использую черного цвета, такие карандаши. Пистолет включается в розетку, здесь нагревается и курком выдушиваете расплавленный вот этот клей стержнем. Допустим, вы вырезали кнопочку и немножко с размером прогадали. Чтобы она там не болталась, можно эту кнопку горячим клеем приплавить. Или же я когда-то снимал видео по секретной кнопке, и там на воздуховод я крепил микрик. Так вот, на воздуховоде микрик я приклеил как раз вот этим горячим клеем. Держится, не отпадает, можете взять себе на вооружение. Пистолет с горячим клеем тоже у вас должен быть. Дальше, зарядные устройства. У любого автоэлектрика в хозяйстве должно быть зарядное устройство. И возможно даже не одно. Все зарядные устройства, которые у меня есть, я сделал их своими руками. Вот два из них выглядят вот так. Сделал я их на базе компьютерного блока питания. Немножко переделал, перепаял и получился вот такие вот зарядные устройства. Если вам интересно, как сделать зарядное устройство своими руками, то пишите в комментариях и я сниму отдельное видео. Также у меня еще и имеется более ранняя версия зарядного устройства, сделанное из какого-то устройства совдеповского, так скажем. Иногда тоже используют для зарядки аккумуляторов. Ну и конечно необходимо точило, сами понимаете, сверла тупятся. Иногда их необходимо подточить, подпилить, подрезать, поэтому точило в хозяйстве должно быть. Без пылесоса тоже не обойтись. Если вы устанавливаете замки, констракт или просверлили какое-то отверстие в салоне автомобиля, то, понятное дело, после себя нужно убрать. Для этих целей я использую обычный бытовой пылесос. Есть автомобильные маленькие пылесосы, но пока я таким устройством еще не разжился. Также для работы иногда использую просто блок питания, регулируемый блок питания. Часто очень пригождаются при ремонте генераторов, когда необходимо проверить регулятор напряжения. Напряжение на нем регулируется до 18 вольт, и он с защитой от короткого замыкания. Для пайки мелких деталей, когда приходится пользоваться паяльной станцией, то иногда еще использую... Вот, купил лупу с подсветкой, где-то мелко, включил брелки трещинка на плате. Поэтому необходимо рассмотреть, увидеть, где там эта трещинка в дорожке. Используется такая линза, есть подсветочка. Вот я вам показал основной электроинструмент, который я использую в своей работе. Разнообразие и количество инструмента, конечно, может отличаться. Я не говорю, что это необходимо брать за основу, но в хозяйстве разнообразие электроинструментов должно быть. Ситуации бывают разные, и в каждой ситуации необходимо быть готовым. Не надо экономить на чем-то одном, то есть одним шуруповертом вы всю работу все одну не сделаете. Необходимо, скажем, чтобы в хозяйстве всегда была и дрель, точно также нужна болгарка и весь остальной электроинструмент. Я понимаю, что каким-то чаще пользуюсь, каким-то реже, но тем не менее, это лучше, когда он есть, чем его нет. Я говорил, ситуации бывают разные. Сегодня необходимо сделать одну работу, завтра необходимо сделать другую работу. И каждый раз бегать в магазин что-либо докупать, то не останется времени у вас для выполнения той или иной задачи. Сегодня я заканчиваю обзор своего электроинструмента, а в следующем видео покажу свои средства диагностики. А вы, дорогие зрители, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео в соцсетях. На сегодня все. Пока. С вами был Автоэлектрик Сергей Зайцев.